Матюль Челлендж Марк Шульжицкий, 28 лет, автогонщик, победитель Nissan PlayStation GT Academy 2012. Выступал в гонках на выносливость FIA World Endurance Championship, 1PEN Endurance Series, 24 часа лимана. Матюль Челлендж У меня появилась возможность проехать мою первую профессиональную гонку, 24 часа Дубая, за рулем машины Nissan 307Z, это был класс GT4. Гонка прошла такая очень напряженная, мы заняли второе место в классе и это позволило мне пройти дальше. Я поехал за полузаводскую команду Nissan RGN в чемпионатах Blanc Pan, это тоже такой следующий толчок в моей карьере в классе GT3 на Nissan GTR. Когда я узнал, что поеду в Лимане, мои чувства, конечно, зашкаливали, это был 2014 год, мне позвонили где-то в конце апреля, мои менеджеры сказали, что есть возможности, тебе нужно проехать на тестах за французский коллектив OAK Racing, протестировать абсолютно новую машину Ligier GSP2, это был первый закрытый прототип LMP2 класса и Лиман был для него дебютом. С этого момента все мысли были только об этом, конечно, сам Лиман это что-то невообразимое, это две недели на кольце Лас-Арте, огромное количество людей, атмосфера просто шикарная, я никогда это не забуду. После того, как уже проехал LMP2, я вернулся в классе LMP1, это вообще другая история, огромное внимание, потому что это уже более высокий класс и заводская команда, было, конечно, здорово, эти дни я точно буду помнить до конца своих дней. Трасса Казань-Ринг. Длина трассы 3476 метров. Самая длинная прямая 832 метра. Перепад высот 30 метров. Количество поворотов 12. Асфальт ШМА 15. Рекорд трассы Mercedes-Benz SLS GT3 минута 22,09 секунды. После военных годов этот каньон служил местом для добычи известкового учебня. В начале 2000-х годов эту площадку рассмотрели как проведение зимних трековых соревнований. И удалось в один год реализовать здесь постройку зимнего трека с заливкой льда. И после этого, наверное, это стало какой-то задумкой и воплощением в реальность уже имеющегося автодрома. В 2008 году заложен был, так скажем, первый камень на этом автодроме. В 2011 году он был сдан уже. Это единственный автодром в России, так скажем, 3D-трасса. На первый взгляд кажется, на самом деле, простой. Но поначалу только. После того, как уже любой пилот просто приезжает сюда, он понимает, что такое слепой поворот, отрицательный угол и спуск. На начальной стадии проектировал Герман Тильке. Всем небезызвестный человек, наверное, в мире, да? К сожалению, он до конца не смог завершить свое дело, да? Не знаю, по каким обстоятельствам, но это не суть. Галочка, самое главное, стоит. То, что здесь смогли проект на начальной стадии реализовывать с ним. По автомобилю поставлен рекорд. Автомобилем SLS, Mercedes SLS GTS, минуты 22.097. В классе формула, если говорить про Гран-при, GP, то это время минуты 16. Разницу чувствуете, да? У нас отношение веса, мощности сразу дает свой эффект. Меня зовут Федор Мирон. Я инженер и создатель, можно сказать, этого автомобиля, человек, который его проектировал. Возникло решение на базе стандартного Nissan GTR 35 построить гоночный автомобиль. От стандартного кузова не осталось почти ничего, ну, кроме средней части кокпита. Передние и задние подрамники полностью оригинальные. Схема подвески в двойных поперечных рычагах и толкающих штангах, так называемых пуш-родах. Аэродинамику проектировали в основном используя CFD. Коэффициент прижимной силы CL где-то 2.1-2.15 в зависимости от конфигурации. И соотношение прижимной силы к сопротивлению где-то 2.8 к 1. Ступицы поменяли на ступицы под центральную гайку. С двигателем поступили по стандартной схеме, как готовят двигатели для GTR. Заменили шатунно-поршневую группу на кованые компоненты. В этом году ей поменяли турбины на новые. GTX 3076 Гарреты. Вот мы, наконец, на трассе Казань-Ринг. Очень интересная трасса. Сейчас хочу пройтись вместе с вами, посмотреть ее своими глазами и покажу вам особенности. Первый поворот, подхожу к Апексу. Сразу оцениваю по реприке, насколько сильно я смогу атаковать, насколько я могу глубоко заезжать на по реприке. Первый поворот довольно-таки имеет жесткое торможение. Он просматривается. Легко можно найти точку, куда поставить на Апекс машину и выйти уже на вторую секцию этого поворота. Какая особенность? Конечно, это нажать нужно на выходе очень рано газ, чтобы максимально ускориться и проехать до следующего поворота с максимальной скоростью. На третьем повороте он довольно-таки коварный. Очень сложно увидеть левый Апекс. Кажется, что он очень ранний, но это обманчиво. Нужно поворачивать довольно-таки поздно в этом месте, ехать на входе по наружной траектории. И только уже в конце стрелять на Апекс и разгоняться, пытаться разогнаться максимально быстро. Потому что прямая не такая уж длинная, но все же нужно рано нажать на газ. Сложное торможение со спуском. Очень сложно понять будет, где именно надо начинать тормозить. Нужно привыкать, чувствовать машину, грань. Чтобы на спуске не разгрузить машину, чтобы она не ушла с траектории. Это будет сделать довольно-таки непросто. Чтобы сделать это правильно, для профессиональных гонщиков тут установлены на трассах, видите, разметки, сколько метров остается до конца, до поворота. Сейчас мы на Апексе шестого поворота. Вы можете видеть, какой перепад высот на этой трассе. Говорят, что это девятиэтажный дом. Ну, наверное, это так и есть. Очень сложное место с точки зрения именно найти правильную траекторию. Потому что здесь вы видите очень затяжной поворот. И очень важно здесь нажать правильно газ, чтобы выйти на главную длинную прямую, которая 850 метров. И там просто топить, что есть силы, разогнаться максимум, что сможет ГТР. Скажу, что это, наверное, будет самое захватывающее место. Жесткое торможение, очень длинная прямая. Вы можете оценить, 850 метров, как я уже говорил. Нужно найти правильную точку, где максимально поздно я смогу затормозить. И попасть на Апекс поворота. Он где-то примерно 90 градусов, не очень острый. Он хорошо просматривается, можно видеть выход. И есть зона, куда можно на выходе распустить машину. Затяжной левый и последний на старт-финиш правый повороты. Имеет свою специфику поворот. Он, во-первых, идет с хорошим таким градиентом, со спуском. И тут тоже нужно правильную траекторию занять, внутреннюю. Чтобы в него попасть, тоже важна точка торможения. И вот он, заключительный поворот трассы Казань-Ли. Обязательно нужно попробовать зацепить поребрик. И уже можно распускать машину на выход, на старт-финиш, где будет отсечка. И надеюсь, там будет очень хорошее время. Рекордное время, я бы сказал. Большая честь, на самом деле, проехать на трассе в России. Я всегда об этом мечтал и хотел. Поэтому очень рад попробовать. Трасса «Красное кольцо». Длина трассы – 2160 метров. Самая длинная прямая – 850 метров. Без перепада высот. Количество поворотов – 13. Асфальт мелкозернистый – 50 миллиметров. Рекорд трассы «Сиат Леон Суперкопа» – 58,811 секунды. Трасса появилась, как обычно это бывает, волевым усилием нескольких людей, которые в моменте очень сильно увлеклись автоспортом. На тот момент качал в Сибири дрэгрейсинг. Как-то они договорились с одним из инвесторов кольца, что неплохо было бы построить прямую, делать на ней дрэгрейсинг уже не в аэропорту, а на официальной гоночной трассе. Но просто прямик построить неинтересно. Значит, нужно какие-то повороты к нему приделать. Поискали, видимо, в интернете, как я думаю, разные трассы, посмотрели, какие лучше всего повороты можно приделать к прямику. Взяли их, приделали и построили. Построили трассу вообще за три месяца всего. Ее начали строить в апреле 2007 года. И в июле уже по ней гонки проводили. Здесь делаем кольцевые гонки, также делаем тайм-атак, также делаем кучу маленьких серий, но в основе, конечно же, всего дрифт, и вокруг него все это обрастает. Уникально тем, что у нас есть абсолютно любые повороты, и быстрые, и медленные. И уникально еще тем, что можно ехать дрифтовой конфигурацией абсолютно в любую сторону, использовать кучу различных поворотов и точить самый разный скилл, как скоростной, так и медленной перекладки. А рекорд большого круга принадлежит, если в гонке считать, то рекорд мой на Сиате, а если в тестах, то Антон Жбара на Сиате мой 59,5, а тестовый рекорд 58,8. Сейчас пройдемся по треку, посмотрим трассу, какие-то особенности, моменты. Тут очень, конечно, важно остаться слева ко второму повороту, ко второму медленному. Правильно найти АПЕКС, точку, куда я буду целить машину в повороте, чтобы сделать максимально правильный выход и уже с этой точки нажать один раз на газ и разгоняться до поворота номер 4, номер 3. Он быстро пройдется в полный газ, хватает ширины дороги и все очень легко просматривается. Мы находимся у пятого поворота, мне кажется, что нужно рано повернуть, но на самом деле это очень обманчивое, надо проехать дальше, оттянуться и уже тогда можно точно попасть на АПЕКС и ускоряться. Здесь нужно оттянуться и уже пытаться остаться максимально справа перед входом в левый поворот. Это будет самая, наверное, выгодная траектория, самая быстрая, потому что на Чтере я не смогу ехать очень быстро посередине здесь, это будет сделать очень сложно, потому что он не такой маневренный. Субтитры сделал DimaTorzok Первый АПЕКС можно даже и пропустить на самом-то деле, не цеплять его. Главное попасть уже во второй АПЕКС, четко подъехать к нему и открыться. Это тоже нужно правильно сделать. Можно попробовать такую вещь, как трейлбрейкинг, торможение в поворот, немножко протянуть на торможении машина и уже попробовать раньше тоже открыться и стрельнуть. В любом случае, кольцо очень интересное, есть свои особенности, есть свои повороты медленные и быстрые. Ко всему, конечно, нужно привыкать, пробовать, экспериментировать. За это, наверное, я люблю автоспорт, потому что не всегда все понятно и быстро. И для любого профессионального спортсмена очень важно уметь адаптироваться очень быстро. Многие думают, что профессиональный автоспорт начинается уже с пеленок, что это большие вложения, что нужно иметь либо богатых родителей или очень богатых спонсоров, которые всегда будут тебя поддерживать. Но у меня ситуация была абсолютно иная. И сейчас я сижу перед вами. У меня мой комбинезон, в котором я дважды выступал в Лимане, этого добился только благодаря приставке, как бы это странно ни звучало. Мы с вами побывали на трассе Казань-Ринг и Красное Кольцо, где я проехал быстрые круги на Nissan GTR. Вы видели, как я это сделал, вы видели особенности трассы. Я пытался рассказать и показать, как нужно это сделать в реальной жизни. Ваша задача очень непростая. Предлагаю вам побить мой рекорд в Assetto Corse. В скором времени вы сможете скачать трассы и машину Nissan GTR для Assetto Corse и приступить к Motul Challenge. Вам нужно проехать с рекордным временем круга. И только тогда мы выберем одного победителя и вручим ему главный приз на московском автомобильном салоне на стенде Motul в 2018 году. Условия конкурса Motul Challenge будут опубликованы в социальных сетях. Подписывайтесь и следите за новостями. Ну что, друзья, вызов брошен. Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok